добрый день дорогие пекари сегодня у нас премьера рецепта это хлеб макушка лета он у меня родился этот рецепт у меня родился в прошлом году в самый разгар жары в июле в середине именно поэтому он получил такое название и сегодня снова июль снова жара я решила снять этот рецепт до сих пор он был у меня только в моем телеграм-канале он полюбился моим подписчикам многие его пекут и рецепт действительно удачный достойный вашего внимания не забудьте подписаться на телеграм-канал ссылка есть в описании там много полезного и подписывайтесь на этот канал здесь мы печем на заквасках хлеб макушка лето на закваске давайте приступать рецепт хлеба макушка лета родился спонтанно потому что вару тоже хочется чего-то испечь все процессы идут быстрее я немного адаптировала рецепт под более быстрые такие процессы у меня сегодня есть созревшая закваска левита мадры я возьму ее вообще я на стопроцентной влажности до этого всегда пекла макушку лета но возьму сейчас левита оставлю себе маленький кусочек дальнейшее кормление взяла 50 граммов левита мадры наливаю холодную воду всего потребуется 210 200 210 граммов сейчас я налью 100 ну пусть будет 110 добавляю муку первого сорта у меня динская мельница 300 граммов мука первого сорта пшеничная начинаем замес в миске постепенно как только тесто начинает собираться начинаем подливать еще воду можно заранее куда-то отмерить а можно частями подливать например я подливаю еще граммов 50 и продолжаю замес и пожалуй здесь можно уже весь остаток по рецепту добавить если вы видите что тесто пока суховато и можно добавить еще воды а можно растворить еще в небольшом количестве воды соль и потом вмесить еще солью потому что соль мы пока не добавили я так и сделаю сейчас наша задача не замесить тесто до абсолютной гладкости задача в том чтобы его соединить и все вот эти сухие крошки увлажнить ну и для первичного замеса достаточно укладываем обратно в миску отдельно в стаканчики растворю соль 5 граммов соли и прям немножечко воды чтобы тесто не стало слишком влажным 10 граммов воды налью даже соль если не совсем растворится все равно часть разойдется часть будет на грани растворения легче войдет в тесто не всегда я так делаю ну сейчас захотела так накрываем крышкой сейчас у меня температура в кухне 27 градусов это жарко это на грани я всегда вам говорю 26 градусов внутри теста это предел но мы замесили с ледяной водой поэтому внутри теста температура ниже и этот рецепт родился именно в такую жару в июльскую и он подходит для этой погоды оставляю на 40 минут через 40 минут возвращаясь к тесту добавляю воду с солью прямо в миске перемешиваем и даю постоять еще минут пять чтобы сейчас водичка немножко впиталась в тесто через пять минут до мишу тесто для более быстрого замеса его можно подбивать не упорствуйте здесь не нужен слишком сильный замес две-три минуты будет достаточно собираем его мы еще будем делать обминки кладем в миску накрываем крышкой засекаем время 35 минут 3 растягивания и складывания с интервалом 35 минут через 35 минут увлажняем руки не осталась ледяная вода можно в ней макнуть руки и растянуть тесто можно сделать это на столе для этого берем ту же самую воду чуть-чуть увлажняем стол выкладываем тесто и растягиваем его не рвите не тяните избыточно чуть-чуть потянули в разные стороны сложили сложили навстречу и еще с двух сторон все и еще две точно таких же обминки с интервалом 35 минут второе складывание начинаем от места складки вытягиваем тесто вверх складываем разворачиваем снова подтягиваем складываем смачиваем руки подтягиваем складываем и с четвертой стороны порция теста маленькая укладываем еще на 35 минут и делаю третью обминку также смачиваем руки вода кстати уже согрелась вы можете потому насколько согрелась за это время вода понять насколько согревается ваше тесто также оно уже начало бродить я чувствую пузыри под пальцами все сложила перевернула убираю обязательно солнце в тень и оставляю на два часа также на столе через два часа смотрите в каком состоянии тесто оно все дышит оно все живое и его нужно формовать берем корзинку подсыпаем муку в корзинку подсыпаем муку на поверхность теста и на стол корзинки муку распределяем по чехлу и выкладываем тесто на стол тесто вышло очень дышащие живое формуем любым способом который вам удобен большие пузыри лопаем какое классное тесто прям дышит и играет запечатываем его сворачиваем шовчик дорабатываю затягиваем уложу в корзину швом вниз потому что хочу корочку без муки для укрытия используем бахилы и буду ждать увеличение в два раза сейчас очень тепло увеличение в два раза скорее всего пройдет за час смотрим по объему теста пусть она заполнит вот эти зазоры и подрастет вверх заготовка у меня расставилась полтора часа буду делать глянцевую корочку поэтому смачиваю руку выкладываю тесто на руку опрокидываю на бумагу тесто очень мягкое очень нежное тянется за лезвием поэтому надрез можно в несколько приемов провели и потом еще подправьте и сейчас буду печь своей гусятницы гусятницы разогрета до температуры 250 градусов выкладываю заготовку накрываю колпаком быть осторожны вся посуда очень горячая ставлю на 15 минут духовку после 15 минут выпечки под колпаком я сняла гусятницу ее корпус вернее и допекла еще 20 минут хлеб при температуре 210 градусов вот такой он получился вполне красивый с хорошим раскрытием с гребешком дам ему полностью остыть на решетке ну а потом и с вами его разрежем посмотрим на мякиш обязательно попробуем хлеб остыл давайте оценивать результат у него большое раскрытие острый гребешок блистеры на поверхности значит хлеб хорошо выбрать и он не очень высокий это как раз признак того что он действительно хорошо выбрать давайте разрежем красивый мякиш вот такой вот он получился кружевной очень красивый мякиш смотрите замечательный равномерно разрыхленно но условно равномерно да где-то чуть больше пор где-то чуть меньше но в общем и целом рисунок этого мякиш мне очень нравится давайте попробуем корочку такое ощущение будет чуть-чуть многовато соли хотя расчет верный возможно преврали весы вкусный хлеб вкусный сейчас самое время обедать он не как раз поспел к этому времени и сейчас будем наслаждаться со свежим хлебом и горячим обедом возьмите этот рецепт свою копилочку попробуйте его испечь поделись впечатлениями я уверена он вам понравится но мы с вами продолжим печь испечем еще много всего интересного не забудьте подписываться на канал и ставить лайки